В сопровождении сотрудников прокуратуры спасатели начинают обход первого этажа торгово-развлекательного центра Гагаринский. И дебютная попытка спровоцировать работу противопожарной сигнализации в одном из кафе, к сожалению, успехом не увенчалась. Та же картина и в магазине одежды. Лишь на втором этаже дымогенераторы смогли запустить экстренную систему оповещения. Пока работники магазинов и посетители спешно покидают здание, сотрудники МЧС заглядывают в пожарные щитки и проверяют состояние огнетушителей. Сходу об увиденном говорить отказываются. Все будет детально описано в отчетах. Вместе с тем еще одно грубое нарушение сразу бросается в глаза. Сигнализация гудит, а эскалаторы почему-то продолжают работать. Внимание спасателей также привлек неработающий интерком, по которому якобы можно связаться с охраной здания. После длительного ожидания на вызов так никто и не ответил. Может не слышал, а может не работает система. Об этом позже расскажут официально. Перемещаемся в другое крыло здания. По пути замечаем пожарную машину. Вопрос, которому уделяют большое внимание во всей стране, особенно в городах-миллионниках, может ли спецтехника свободно проехать к зданию для устранения ЧС. Сегодня будний день, подъезд, в принципе, довольно-таки свободный, нормальный. Ну а выходные дни будут, наверное, сложнее. Люк, ведущий к пожарному гидранту, закрыт припаркованным автомобилем. Очередное нарушение. В случае опасности сотрудники МЧС будут вынуждены потерять драгоценные минуты, чтобы убрать транспортное средство. А вот пожарный рукав уже в самом здании исправен. Вода пошла под давлением в несколько атмосфер. К сожалению, после теста щитка на потолке закапала жидкость. Пока ответить на этот вопрос тяжело. Это скажут специалисты. Это как может быть нарушение самой системы, так и просто прорыв трубы. Явные нарушения, опять же, повторюсь, что это не сработала система пожарной сигнализации, не по всем датчикам. Это то, что очевидно. Некоторые выходы загромождены, которые нужно будет, конечно, освобождать. Спасатели подчеркивают, испытательной пожарной лабораторией были сделаны все необходимые замеры. Теперь нужно дождаться отчета. По ее результатам будут сделаны выводы о работе этих систем. Если системы будут признаны нерабочими, будет предусмотрена административная ответственность за данные нарушения. Скорее всего, что будет сделан вывод, что система оповещения о пожаре не работает. Но опять же, давайте дождемся результатов экспертизы официальной. Спасатели и правоохранители подчеркивают, проверка мест массового скопления людей осуществляется непредвзято и со всей строгостью, ведь речь идет о безопасности граждан. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова